Внешние аудиоинтерфейсы фирмы Tascam серии US были довольно неплохие. Ну что, малошумящие предусилители, хорошие преобразователи. Чёрт, друзья, да они по-прежнему не так уж и плохи. Но сегодня у нас на обзоре будут не они, а их переосмысление. Новинка от компании Tascam это новая i-серия, представленная в двух моделях. Младшая модель это 10 IIi, и старшая модель это 28i. Что это такое, и в чём вообще отличие от старой US-серии? Узнаем вместе на канале Давай Запишем, где, напомню, мы с вами говорим про аудио. Первое отличие, которое сразу же бросается нам в глаза, это смена цвета корпуса. Теперь он такой приятный металлик серебряный. Ну а если серьёзно, то первым отличием всё-таки будет выступать дополнительный выход под наушники, которого на старой версии не было. Нет, не спорю, на старшей версии было два выхода под наушники всегда, но младшая версия только сейчас обзавелась вторым дополнительным выходом, и это действительно может быть удобно. Обидно только, что одна крутилка для усиления, оно не раздельное. По управлению и органам коммутации в целом здесь всё осталось на прежних местах. У нас также на младшей модели есть два входа. Они на комбо-входах, прошу прощения за тавтологию. Это значит, что сюда мы можем подключать и микрофоны конденсаторные, динамические. Например, сейчас мы подключили кондёр и записываем всё с помощью него. Весь звук в этом ролике будет записан с помощью кондёра и вот этой звуковой карты. Помимо микрофона сюда можно подключать инструмент и можно подключить какой-то линейный источник. Главное, не забудьте выбрать, что у вас подключено с помощью специального переключателя на корпусе. У каждого канала есть независимое усиление, есть управление громкостью мастера, есть управление громкостью тихого контроля и есть регулировка соотношения для мониторинга с нулевой задержкой, соотношение сигнала, который будет приходить к вам с компьютера и с микрофона. Например, вы записываете вокал, вы ставите минус у себя на компьютере, поёте и при этом регулируете вот это самое соотношение вашего голоса к минусу, чтобы вам было комфортнее исполнять. И на том, и на том интерфейсе сзади находится, наверное, то, без чего невозможно вообще представить современный многоканальный интерфейс. Да-да, как раз то самое, что и обеспечивает многоканальность этих звуковых карт. Это ADAT-вход. Кстати, и там, и там почему-то подписано SMOOX, но не пугайтесь, это всё то же самое ADAT, просто это небольшое ответвление от оригинального протокола, которое позволяет работать вам с более высокими частотами дискретизации. Что же у нас получается? На младшей карте мы имеем два аналоговых входа с прямыми микрофонами на комбо входах, я повторюсь, плюс 8 по оптике. Итого 10 входов максимальной комплектации, к которым уютно присоединяются два независимых выхода под мониторы, чтобы подключать громкий контроль. Если мы смотрим на старшую модель, то здесь у нас уже четыре входа на комбо входах, плюс 16 входов по оптике, потому что здесь два разъёма ADAT, и 8 независимых выходов для подключения мониторов и вообще чего бы то ни было. Помимо word clock синхронизации на старшей модели, и там, и там мы с вами сможем найти MIDI-интерфейс. И такую, казалось бы, мелочь, но всё-таки приятную вещь в виде переключателя питания. К слову, да, ваша модель теперь без питания работать не может, по USB она не питается. Но, к слову, блок питания идёт в комплекте, так что об этом беспокоиться не приходится. Кстати, что касается питания и работы карт. Нам оставили функцию возможность работы вместе с планшетом. Единственное, но вам понадобится специальный адаптер, чтобы подключить сюда iPad. Микрофонные преампы и там, и там обладают солидным усилением в 58 дБ. Именно поэтому мы устроим такой тест, в котором убьём сразу двух зайцев. Но для этого переместимся на второй микрофон. Итак, это Shure SM7B. О нём вы прекрасно знаете, если вдруг нет, то чуточку попозже я вам объясню более доходчиво. Это динамический микрофон. Из этого следует первый заяц, которого мы убиваем. Вы очень часто просите нас в тестах проводить эксперименты, слушать и конденсаторные, и динамические микрофоны, чтобы узнать, как звучит преамп на том или ином интерфейсе. Что мы сейчас с вами и делаем. И, конечно же, заяц номер два. Этот микрофон, это стандарт, который очень-очень прожорлив. Ему нужно очень много усиления, чтобы работать, ну, грубо говоря, как надо. Эта карта, в принципе, обладает этим усилением. Мы сейчас можем слышать, что голос, в принципе, записывается. И для чистоты эксперимента, ну, чтобы как-то было поинтереснее, давайте я попробую сделать даже погромче. Я его, конечно, не перегружу, но звук поинтереснее, покрасочнее сделать я смогу. Вот, допустим, сейчас усиление у нас в максимальном положении. Я смотрю параллельно на компьютер, чтобы понять, перегружаюсь я или нет. Но вроде в перегрузку я не ухожу. И вот так это дело звучит на максимальной громкости. Давайте сделаю потише. Вот, сделал немножечко потише, и микрофон стал звучать следующим образом. С оптикой мы разделались так достаточно лихо, и, возможно, у кого-то остались вопросы, а где же брать дополнительные 8 и 16 каналов для этих аудиоинтерфейсов? На самом деле, всё достаточно просто для выведения этих каналов. Наружу существует отдельный пласт внешних микрофонных предусилителей, в которых есть, во-первых, сам предусилитель, во-вторых, преобразователь, а в-третьих, естественно, оптический выход. Например, сегодня на столе у нас лежит аудиент, но с таким же успехом это может быть любая другая фирма. Например, у Toskam'ов есть родной предусилитель, который выпустили вместе с этими карточками. Ищите под свой кошелёк, и, конечно же, под свой слух, потому что не секрет, что каждый такой предусилитель он звучит по-своему. Этот момент откладывал я как можно дальше, но мое терпение плавно подошло к концу. Друзья, вторая фишка, которая является, ну не знаю, основообразующей вот у этих двух карт, это наличие внутри DSP-процессора. Что такое DSP? Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, даже потыкаем в DSP и управление картой, но сперва давайте разберёмся с драйверами, с задержкой и, конечно же, с роутингом. Как начать работать с сегодняшними аудиоинтерфейсами? Заходим на официальный сайт Toskam, скачиваем драйвера и прошивку. Хотя прошивку скачивать не обязательно, её можно обновить напрямую из контрольной панели. Перезагружаемся и видим, что запись у нас уже идёт, значит, всё встало так, как и нужно. Посмотрим на роутинг, 20 входов и 10 выходов. Напомню, что сейчас мы используем 208i. Ну для частоты эксперимента её просто подключили. Теперь давайте будем щёлкать по буферу и посмотрим на изменение задержки. А теперь к самому вкусному. Это панель управления, через которую, к слову, мы можем манипулировать DSP процессором и его эффектами. Вот так у нас выглядит контрольная панель. Напомню, что сейчас мы смотрим на младшую версию. В принципе, это даже видно. У нас есть два канала, а не четыре, и доступно всего 8 каналов по оптике, а не 16, как это было бы со старшей версии. Что здесь в первую очередь примечательно? Ну, конечно же, интерфейс, он нас отсылает каким-то микшерным пультом. В принципе, здесь всё довольно понятно. Мы можем выбирать каждый канал, вот, мы можем поворачивать фазу, можем активировать функцию through. Что такое функция through? Это, ну, по сути, такой байпас своеобразный, да? То есть сигнал, который приходит на вход, с помощью этой функции может миновать всё то, что здесь есть, обработку и какие-то функции внутренние этого микшера, и пойти напрямую, ну, например, на выходы. Но это всё-таки больше относится к старшей модели, и об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, это очень интересно. Здесь есть эквализация, допустим, мы её активируем, к примеру, вот так, что-нибудь сейчас сделаем поменьше. Низов наоборот добавим, низов срежем. То есть видно, да? В принципе, здесь всё работает. Он на несколько полос, если быть точнее, то на четыре полосы. Так, отключаем. И есть компрессия. Компрессия работает, с компрессией мы что-то поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Компрессию отключаем. Соответственно, всё это дело у нас одновременно может работать. Поскольку я ничего не настроил, звучит это отвратно сейчас. Но факт в том, что компрессия и эквалайзер здесь есть, это здорово. Что у нас дальше? У нас идут оксы. Здесь, на самом деле, не особо понятно, зачем они нужны. Ну, разве что первый окс, он отвечает у нас за посыл на ревер. Но старшей версии вот эти самые четыре крутилки, они приобретают больше смысла. Здесь есть пре, здесь есть пост, и есть один небольшой момент, о котором я хочу с вами поговорить. Я шарился по настройкам, пытаясь найти... Знаете, что я пытался найти? Я пытался найти такую функцию, которая называется loopback. То есть, нажав её, я бы, например, слышал все эффекты в том виде, как я сейчас пишу. Но оказалось, что loopback здесь нет. Эквалайзер и компрессия, они накладываются автоматически на звук, который вы пишете, или который вы воспроизводите с вашей карты. С этим всё нормально. Но ревер, насколько я понимаю, в этой карте доступен только для мониторинга. То есть, на записи этот ревер у вас не будет. Поэтому, что я сделал? Я взял эту звуковую карту, из неё прокинул стерео с выходов мониторных, закинул всё это дело в другую звуковую карту, нажал там запись, и сейчас, зачем я всё это сделал? Я сделал это для того, чтобы вы послушали, какой здесь вообще ревер. Быстренько пройдёмся. Вот сейчас, я думаю, мы перейдём по звуку на другой комп. Теперь нажмём ревер. И он у нас появился. Посыл открыт полностью. Пост фейдер. Можно пре. В принципе, роли особо здесь не играет. Ревер активирован. Возврат полностью. И с мастера, ну, где-то наполовиночку. Звучит всё это дело так. Здесь есть три параметра. Их можно менять. Больше хвост. Так, диффузию увеличиваем. Приделэй. Ну и пройдёмся по стандартным настройкам. Я не буду особо что-то двигать, чтобы не убивать полезное время, которое мы можем потратить с пользой. Так, Room. Live. 1, 2, 3. Так, это Studio. 1, 2, 3. И эмуляция пластинчатого ревера. Теперь давайте вернёмся назад к первоначальному звуку. Так, я отрублю ревер, чтобы он мне не мешал в наушниках. Мы на первоначальном звуке. Дальше что у нас идёт? У нас есть соло, у нас есть мьют. У нас есть возможность менять панораму вашего звука. Это для наушников, мониторинга. И мастер фейдер, который, естественно, можно тоже двигать и менять усиление. Есть линк двух каналов. Допустим, если вы используете какой-то стереоисточник, то гораздо проще всё это дело взять и просто залинковать. Естественно, компрессор и эквалайзер здесь не одни. И для каждого канала, в принципе, можно настроить свои значения как сжатия, так и эквализации. Мастер секции. В принципе, здесь всё понятно. Управление оксами, мастер оксами и управление мастер выходом. Опять же, тут есть мьют. Идём в информацию. Здесь мы всё уже прошли с вами. Идём в роутинг. Вот. Тут, в принципе, особо чего-то интересного нет. По крайней мере, на младшей модели. Единственное, что мы здесь можем менять, это то, что у нас пойдёт на мониторные выходы Line 1 и Line 2. Можем напрямую назначить любой вход, любой окс или любой выход с компьютера. Но по стандарту здесь назначены мастер, в принципе, как это и должно быть. А теперь мы перейдём с вами к старшей модели. И здесь у нас очень интересная ситуация. В старшей карте добавились выходы, роутинг выглядит чуть-чуть по-другому. И вот те же самые оксы теперь, они хоть для чего-то нужны. Зачем? Например, мы можем использовать их, чтобы... ну, по прямому назначению. Как собирательные шины для того же самого мониторинга. Например, 3, 4, 5, 6 линия по заводским настройкам у нас назначена на оксы. Это значит, что мы можем зайти в микшер. И, допустим, вот второй окс у нас идёт на мониторинг для какого-то исполнителя. Мы ему набираем там всего, чего ему нужно. Этого столько, этого столько, этого столько. А этого вообще не набираем, а этого, наоборот, вот столько. И в итоге в наушниках, ну, которые подключены к этому выходу, мы получаем тот микс, который нам нужен. Это не обязательно могут быть наушники, это могут быть мониторы. Почему бы и да. Естественно, здесь есть возможность подключать не только оксы, а очень много всего. От входов и оптических, и аналоговых до компьютерных басов. И это действительно здорово. Плюсом ещё добавилась здесь вот такая настройка. Это настройка мониторинга. То есть настройка мониторинга выхода. Первая, вторая линия, третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая, восьмая линия. Соответственно, здесь у нас также меню. Выбираем, что нам нужно. И можем регулировать соотношение громкости лево к соотношению громкости право. И, соответственно, мастер. Нам осталось провести не так уж много манипуляций с одной и с другой картой. Поскольку они абсолютно идентичны по своей начинке, ну, по крайней мере, по предусилителям и преобразователям, возьмём одну из них, например, млашенькую, и послушаем в финальном тесте, который будет симулировать такие полевые условия. Запишем вокал и гитару. Позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты, не уходи. Зная, что нет моей видны, я прошептал тебе, прости. Всё пройдёт, не грусти, не грусти. Нелюбимая ждёт меня у окна. Вечерами тёмными, как всегда, у окна ждёт меня. Ждёт меня. В итоге тоскамы, как всегда, радуют нас своими новинками. Как всегда, здесь мы имеем хорошие предусилители для микрофонов. Как всегда, отличное преобразование. И, конечно же, выход под наушники с хорошим усилением. К слову, о нём. Вот такие высокоумные наушники. Это АКГ на 120 Ом без проблем встанут сюда и будут выдавать достаточную для работы громкость. К слову, о выходах. Если мы уже начали говорить, то под конец ролика я понял, что старшую карту, в принципе, без какого-либо труда можно использовать для сведения 5.1, а может даже и 7.1. Вспоминаем, сколько здесь всего входов. Поэтому, в принципе, это возможно. Финальным аккордом, как всегда, про то, что вы получаете в комплекте вместе с этими звуковухами. Ну, во-первых, это Штайнберг, а именно подарочная версия Cubase. Во-вторых, это IK Multimedia, это AmpliTube. Ну и в-третьих, это T-Rex. Специальное издание, тоскам фирменное. На сегодня всё. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих интерфейсов. Понравился ли вам звук? Поставьте лайк, не забудьте подписаться, если вы ещё не подписаны на наш канал, и следите за обновлениями, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, конечно же, из мира Pro Audio. Всем пока! И давай. Часто используют вот такие приборы под названием... Это может быть какая-то другая фирма, это может быть либо Audient, либо что-то ещё. Возможно, это да-да-да-да-да-да. Кто знает? Кто знает? Кто так ещё был? Да-да-да. Вот так, типа. В смысле, количество повторений. А. Итем, да. Это много.